Восприветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. Дамумет удивляет. Куда обращаться, если вам приписали поход к врачу? Депутаты за. Почти вдвое повысится тариф на вывоз мусора в Павлодаре. Дорогой славы. Поисковики отряда Майдан-Жолы готовятся к экспедиции в Ленинградскую область. Спортивная злость или чудо? Аутсайдер казахстанской премьер-лиги Аксу забил два гола в ворота соперника. С начала года в Павлодарский филиал фонда обязательного социального медстрахования поступило более 10 жалоб на поликлиники. Жители утверждали. Получили в приложении Дому Мед сообщение, что прошли лечение, но на самом деле на приеме они не были. Что делать в таких случаях, расскажем в первом сюжете. С начала года в фонд ОСМС от жителей Павлодарской области поступило 10,6 миллиардов тенге, а для оказания медпомощи из него же выделено 36,8 миллиардов. Сегодня специалисты пояснили, что если человек в поликлинику не обращался, но получил сообщение об оказанной услуге, нужно сразу сообщить об этом факте. Они разберутся, была это техническая ошибка или так называемая приписка. Если такие обращения поступают, мы проводим внеплановый мониторинг качества и объема оказания медицинской помощи и мы наказываем эти организации там, где допущено на самом деле. Мы просматриваем все, что оказано, какие услуги, если на самом деле, часто мы делаем обзвон и соответственно мы убеждаемся, на самом деле эта услуга была оказана или нет. Если она не оказана, то мы применяем штрафные санкции в отношении медицинской организации, которая допустила это. По данным специалистов, в базе фонда по Павлодарской области числится 136 поставщиков медуслуг. Из них 37 государственные лечебницы и 99 частные. Их, к слову, со стоматологиями с этого года договора заключают напрямую. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Павлодарские депутаты проголосовали за новые тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщает интернет-издание «Павлодар онлайн». А что еще интересного в сети, узнаем в нашем традиционном обзоре. На сессии Гор Маслихата заместитель руководителя Павлодарского отдела ЖК Харман Кусаинов напомнил о том, что в последний раз тариф на вывоз мусора поднимали в июне 2020 года. На сегодняшний день представленный проект решения Маслихата содержит тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов. Для жителей благоустроенных домовладений с учетом НДС – 490 тенге. Для жителей неблагоустроенных домовладений с учетом НДС – 554 тенге. Для юрлиц – 2132 тенге с учетом налога. За продажу алкоголя без лицензии в Павлодарской области привлекли 29 человек. Новость опубликована на странице Ирбис ТВ. В одном случае алкогольные напитки продавала в магазине по улице Абая 40-летняя жительница Экибастуза. Полицейские изъяли 453 бутылки водки и коньяка, 532 различных пивных напитков, а также две кеги с разливным пивом объемом по 50 литров. В настоящее время устанавливается происхождение и пути реализации изъятого. Опрос телекомпании Ирбис на официальной странице в Инстаграм не оставил равнодушными подписчиков. В каких садоводствах нет остановочных павильонов? Ордагер – скамейки поломанные. Металлург – остановка «Огонек». Сейчас реклама и вот что во второй части выпуска. Трудовые отряды. Сколько выделено в этом году на реализацию проекта «Жасыл Ель» в Павлодарской области? Примите меры. Наша традиционная рубрика – мобильное приложение. 60 лет в сельской зоне Аксу отметили юбилей Кызылжара. Спорт с Еленой Белоградовой и специальный инфоблог. Скоро продолжим. СТО «Форсаж» СТО «Форсаж» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров российского, корейского, китайского, европейского и японского производителя. А также проверит геометрию колес, регулировку развал схождения и проведет шиномонтаж. СТО находится по адресу улица Малая Объездная, 4-1. Контактный телефон 8771-425-70-02. Однажды наш Помпео и Жульетта соспорили в столовой за столом, и каждый на своем стоял. А было все то просто сущим бустяком. Любил Помпео с кетчупом и брюшком. Жульетта обожала майонез. Мерси влюбленных примирил друг с другом. И спор вдруг сам с собою исчез. Мерси майонез или кетчуп? Вот в чем вопрос. Как обезопасить свою жизнь и будущее семьи от неожиданных финансовых потерь? На эти вопросы жители Павлодара ответили сотрудники компании Халык Лайф. Она является ведущей в сфере накопительного страхования жизни. Специалисты провели семинар, где разъяснили тонкости работы компании. Участие в нем принял и наш корреспондент. Во всем мире давно признали первым финансовым инструментом страхования жизни. Мировые тренды добрались и до Казахстана. Все больше людей стали думать о будущем и открывать страховые счета. Одна треть всего населения республики обращаются в компанию Халык Лайф. Страхование жизни в последнее время стало набирать большую популярность в нашей республике. Это один из финансовых инструментов, который помогает каждой семье накопить на свое будущее, на будущее своих детей, ну и на какие-то приятные события в жизни. Компания предоставляет услуги накопительного страхования жизни. Для своих клиентов Халык Лайф может обеспечить помощь при самых непредвиденных обстоятельствах. Это сложности при оплате учебы детей, пенсионное обеспечение, травмы, тяжелые болезни. По словам специалистов, страхование несравнимо с обычным депозитом в банке. Халык Лайф в первую очередь, для чего я пришла, чтобы самой стать грамотной, грамотной именно финанса. И кто кроме Халык Лайфа, это лидер на рынке финансовых услуг, может научить правильно обращаться с деньгами, правильное отношение к деньгам, лучшие предложения, кто может сделать. Это, конечно же, бренд Халыка, поэтому Халык Лайф. Страхование позволяет не только накопить деньги, но и надежно их сберечь. Самый простой пример – сбор денег на обучение ребенка в ВУЗе в компании Халык Лайф. Несколько месяцев назад разработали программу БЛМ Лайф, которая ориентирована именно на будущих студентов. Стоит отметить, это первая в Казахстане программа, субсидируемая государством в 8% от компании и 5-7% бюджетных средств. Факт в том, что два в одном мы накапливаем и финансово защищаем свои накопления. Если даже человек не успеет это сам сделать, за него это сделала страховая компания. То есть те несколько миллионов, которые он планировал накопить ребенка на образование, как родители для него это было важно, но он не успел это сделать, его не стало, а он все равно защитил этот вопрос финансовый. Потому что его не стало, но те несколько миллионов, которые он планировал накопить, все равно придут в семью просто в виде страховки. Специалисты компании уверяют, программ много. Обратиться за помощью в страховании жизни может каждый. Сотрудники без труда могут найти индивидуальный подход ко всем. Ильяс Рамазанов, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Ведущие рубрики сегодня. Азамат Айтхалин. Здравствуй, Азамат. Часто пользуешься услугами интернет-магазинов. Привет, Владимир. Все чаще и чаще. Здравствуйте. Бюро национальной статистики впервые опубликовало данные об объеме рынка электронной коммерции. В число отчитавшихся респондентов вошли предприятия, которые занимаются онлайн-бизнесом по более чем 46 видам деятельности и 40 агрегаторов. В 2022 году объем рынка розничной электронной коммерции на внутреннем рынке с учетом маркетплейсов составил почти 2 триллиона тенге. Только в строительном магазине 12 месяцев Павлодар по лучшей в городе цене линолеум от 1490 тенге за квадратный метр. Ламинат от 2450 тенге. Двери 17900 тенге. Кафель 1790 тенге. Водонагреватель на 40 литров 44900 тенге. Обои 6900 тенге. Акционный товар отмечен желтым ценником. Покупки можно оформить в рассрочку 0.012 без переплаты и первоначального взноса. Скидки при этом сохраняются. Приходите по адресу жаяумусы6. Воплощайте мечты вместе с магазином 12 месяцев. В торговом доме Мега новое поступление кресел и диванов от белорусских фабрик. Также в наличии корпусная мебель. Стильная и качественная. Действуют скидки 30%, 40%, 50%. Поэтому поспешите. Приобрести товар можно в рассрочку на 2 года. Плюс временно действует бесплатная доставка по области до 150 километров. Подробности об условиях уточняйте у консультантов. Торговый дом Мега находится на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торговая. Остановка Трамвайное депо. Новинки в салоне европейской обуви Ральф Рингер. В ассортименте мужская и женская коллекции. Главные качества товара – современный дизайн и непревзойденный уровень комфорта, который обеспечивают высокотехнологичные подошвы. Делает пешие прогулки настоящим удовольствием. Удобная колодка с широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Салоны Ральф Рингер расположены в торговом доме Тулпар Бутик 221, Артур 2 Бутик 356 и в старом Цуме Бутик 22. Также есть салон Ваксу в торговом доме Агидель Бутик 22. В завершении курса валют в Павлодаре доллар стоит 445 тенге, евро 480 рубль 5 тенге 60 тин. У меня на этом все. Владимир. Более 64 миллионов тенге выделено в этом году на реализацию проекта «Жасыл Ель» в Павлодарской области. Сейчас формируют отряды бойцов, которые займутся озеленением и благоустройством города. Причем не безвозмездно. Сколько будут платить подросткам за летний труд, расскажет моя коллега. Привлечь молодежь к труду, приучить к бережному отношению к окружающей среде, а заодно дать возможность подзаработать – это основные цели проекта «Жасыл Ель». В этом году в регионе планируют привлечь 2100 подростков, преимущественно из многодетных и малообеспеченных семей. Бойцы будут получать гарантированное вознаграждение – 35 тысяч тенге из областной казны, а еще часть оплаты от работодателей. Ребята помогают мастерам на строительных объектах нашего региона, способствуют формированию уникальной экосистемы, в которой гармонично сочетаются природа и городская среда. Участвуют в работах по посадке деревьев, рыхлению и поливу саженцев, уходу за зелеными насаждениями городских парков, уборке территорий. Трудовой сезон бойцы откроют в июне, а завершат в ноябре. Заявки на участие принимают в региональном штабе «Жасыл Ель». Включать освещение на стадионе пятой школы просят местные жители. По словам людей, вечером здесь много детворы. Фонари есть, но вот вокруг темно. Эту просьбу и не только покажем в очередном мобильном приложении. Давайте смотреть. Спонсор рубрики «Мобильное приложение». Магазин сантехники «Аквамир». Надежные товары на долгие годы. Обратите внимание, это стадион пятой школы. Вот сама школа. И не работают светильники. Говорят, что это сама школа не включает свет. Можете этот вопрос решить? Здесь много детей играет. Вот, уважаемый Акимат, пожалуйста, что толку ваша горячая линия? Вот, как был угол дома 291, проспект Назарбаева. Никто ничего не убрал. На Ирбис передаем, вам передаем. Так все и лежит. Что толку тогда ваша эта линия? Чем вы занимаетесь? Для чего? Куда все это будет убираться? Будьте любезны. Остановка Черемуховая аллея. И что у нас получается? Вот там вот, вот видно, остановка Део. Вот последний вот тут знак, это остановка. 200 метров автобус проезжает, и остановка. А людям, там дач нет. А людям идти, вот сюда до пешеходного перехода. И получается еще метров 150. Ну почему нельзя сделать вот эту остановку напротив хотя бы этой остановки? Ну что ж такое, а? И все против людей. А следующая остановка, через 700 метров. Подряд две остановки сделали. Здравствуйте, Ирбис. Хочу к вам обратиться. Вот, у нас уже месяц в городе Ваксу нету горячей воды. Вот, пожалуйста, меры вот примите. Вот посмотрите, бежит только холодная вода. Меры примите. У меня четверо детей, я многодетная мама. Спонсор рубрики «Мобильное приложение». Магазин сантехники «Аквамир». Надежные товары на долгие годы. Красота, доступность, качество. А что выбираете вы? Магазин сантехники «Аквамир» предлагает товары для комфорта и домашнего уюта. Вас ждет уникальный мир смесителей, душевых стоек, кухонных моек, фильтров для воды и сопутствующих товаров. Все для канализации, водопровода и отопления. Богатый выбор на любой кошелек. Всех ждут за покупками по адресу улица Абая, 110. «Аквамир». Спасибо за доверие. Время коммунальной сводки. Ее ведущий Ильяс Рамазанов. Ильяс, я тебя приветствую. Ну что, почти лето, на улице уже жарко. Самое время принимать по вечерам и по утрам душ. Но в городе много разрытий. И вот каким районам, точнее жителям каких районов, нужно запастись водой. Приветствую, Владимир. Воды по разным причинам не будет на участках трех улиц Павлодара. Здравствуйте. Из-за переврезки трубы по адресу Малой Сары, Батыра, 10, с 9 часов утра питьевой не будет у жителей многоэтажек Покамзина и Павлова. В компании «Монополисты» обещают восстановить водоснабжение к 18.00. В эти же сроки воду отключат в многоэтажках и частном секторе по проспекту Назарбаева. Причина в замене задвижки. В компании «Монополисты» просят заранее запастись водой и приносят извинения за неудобства. Перейду к отключениям электричества. В связи с капитальным ремонтом трансформаторной подстанции с 9 утра не будет света у жителей частных домов в границах улиц Берле, Камангильды, Кенжетаева. Специалисты обозначили срок ремонта с 9 утра до 16.00. Также с утра по той же причине будут обесточены высотки Попавлова, Камзина и Геринга. Время восстановления подачи тоже 4 часа дня. На этом у меня все. Владимир. Спасибо, это была коммунальная сводка. Продолжим. В сельской зоне Аксу отметили юбилей Кызылжара. Аулу исполнилось 60 лет. К праздничной дате разбили юрточный городок. Программа массовых гуляний была насыщена культурными и спортивными акциями. В них участвовал и наш корреспондент. Село Кызылжар называют опорным населенным пунктом. Здесь проживают почти 2800 человек. В честь 60-летия Аким города Аксу Нурлан Дюсимбинов вручил виновникам торжества сертификат на 30 миллионов тенге. На эти деньги для Кызылжара планируют купить пожарную машину и установить детскую площадку. Сегодня в рамках праздновающих 60-летия со дня создания сахоза Кызылжарский сегодня проходит такое мероприятие. В рамках мероприятия нашими семьями вышедших из Кызылжара. Юрты здесь поставлены 25 юрт. Также в рамках мероприятия проводятся состязания по хазах-куресу, другие состязания. В юбилей Аул принял гостей со всего региона и даже страны. Многие вернулись поздравить свою малую родину. В этом Ауле родился мой дед и мой отец. Этот Аул, конечно, очень важен для нашей семьи, потому что здесь был... Не просто жил здесь мой дед, оказывается, он был репрессирован. Это мы только недавно узнали, когда открылись омские архивы. Оказалось, что мой дед Айтмагамбет Жамбакин был репрессирован за то, что материально поддерживал Ашурду и препятствовал коллективизации. К юбилею в селе прошло более 60 мероприятий. Это концерты, презентация книг, спортивные соревнования. Победителей ждали ценные подарки. Азамат Айтханин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Тысячи павлодарцев снова собрались у сцены «Иртыс-Променад». На этот раз поводом стал юбилей областного радио. Исполнилось 85 лет. По случаю прошел международный фестиваль «Халык-даусы». Победителям на самой большой сцене города под открытым небом вручили награды. А вот что стало подарком для всех, горожан расскажет Азамат Айтханин. К 85-летию областного радио прошел ряд ярких акций. Главный и самый масштабный стал международный фестиваль «Халык-даусы». Его участниками стали таланты из Монголии, России, городов Казахстана. Отличились павлодарцы. Во-первых, павлодарский регион богат музыкальными талантами. И миссия нашего радио – это поддержать эти таланты, дать возможность развиваться начинающим артистам. Поэтому было принято решение в этом году впервые учредить международный музыкальный фестиваль «Халык-даусы». И в нем приняли участие более 100 человек. Всего в финал фестиваля прошли 22 участника. На сцену вышли победители. Занявшим первые места вручили статуэтки и сертификаты на 500 тысяч тенге. Обладателем гран-при по миллиону. Одной из лауреатов стала Каракат Габдулина – талантливая вокалистка из Усть-Каменогорска. Я сейчас считаю себя самым счастливым человеком. Я сама не ожидала того, что выступлю на этой сцене и стану лауреатом, так сказать. Огромное спасибо всем организаторам за этот огромный труд, за этот шикарный вечер. Я за все безумно благодарна и очень рада тому, что все это сейчас происходит со мной. Подарком для павлодарцев стало выступление звезд казахстанской эстрады. А конферансье фестиваля стал капитан команды КВН «Спарта» Даниар Жумадилов. Встречали громкими овациями «Янлик» и «Мираса Жбунусова». 35 тысяч зрителей пели вместе с ними. Еще одна традиционная площадка на набережной в летний сезон – Арбат. Здесь свои творения выставляют самые творческие жители Павлодарской области. Уникальные изделия можно было не только рассмотреть, но и приобрести. Ну а теперь все о спорте. Ко мне в студии присоединяется ведущая Елена Белоградова. Кто и где побеждал? У тебя спортивные итоги уикенда. Владимир, приветствую тебя. Здравствуйте, зрители. В Шымкенте завершился международный турнир по настольному теннису. Наша Ангелина Романовская чемпионка, а Кадыр Алик Абдулу Ахитов – бронзовый медалист. Еще больше о спорте и о футболе через несколько секунд. Не знаете, где провести выходные? Ответ всегда есть у Одины Есеновой. Она уже побывала в лучших местах Павлодарской области и готова предложить вам незабываемый лучший отдых с... Самое время продумать комфортный отдых. Смотрите в эфире телекомпании «Ирбис» по пятницам в специальном информационном блоке новостей и пересматривайте на странице в Инстаграм «Ирбис ТВ. Кейзет». Сегодня я расскажу, как можно советовать приятное с полезным. Если у вас есть предложение, звоните в рекламный отдел 55 08 55. Первую победу за последние 8 туров одержал Аксум. Серию неудач в Павлодарце прервали в домашней игре с ЖТСУ. Стоит сказать, что единственный до этого успех наши футболисты тоже праздновали в родных стенах в матче с Мактаоралом. Героем этого матча стал Чидио Сучук. Во футболист из Нигерии оформил дубль, которого по владарцам оказалось достаточно, чтобы победить. Справедливости ради, стоит сказать, забить хозяева поля могли еще. Аксу выглядел намного увереннее и сильнее своего соперника. Желание у хозяев тоже было больше. Счет наши открыли на 37-й минуте. После длинного розыгрыша в чужой штрафной Чиди точно пробил мимо вратаря. Упрочить преимущество могли Тони Сильва и Мирастурлы Бек, но всякий раз подводила неточность. Во втором тайме семериченцы проснулись и восстановили равенство. Впрочем, радость футболистов ЖТСУ длилась недолго. Павлодарцы разыграли угловой удар. Чуть расторопнее остальных, вновь оказался Асу Чукову. В погоне хотя бы за мячей тренерский штаб ЖТСУ взял ряд замен игроков. Однако свежие силы желаемого результата семериченцам не принесли. Долгожданная победа Павлодарцев 2-1. Нужен какой-то импульс был. Вот эта победа, думаю, даст нам вот такой импульс, что мы на этой ноте пойдем дальше всех. Не буду говорить грубо, выигрывать, но мы должны каждой игре максимум стараться, выбирать три очка самую. Все. Я вот устал, эта игра очень нам три очка важна. Конечно, хотелось бы, чтобы оборона играла на ноль. У нас немножко так тяжеловато пока складывается. По этой игре создали, в принципе, довольно-таки много моментов. Единственное, там подводила реализация. Ну, могу сказать, отдать должное сопернику. Команда такая опытная, наигранная. Видно, что они со сборов двигаются в одном направлении. И тоже нам создали проблемы, честно говоря. На турнирную дистанцию победа пока не отразилась. Аксу по-прежнему остается на 13-й строчке. Домашний успех скорее даст положительную психологическую встряску. Первую победу в качестве главного тренера одержал Кайрат Нурдаулетов. Аутсайдер чемпионата Мактарал обыграл претендентов на медали Кайрат. У матча с южанами алматинцы допустили большое количество брака. Поражение 3-1. Теряют очки чемпионы. Астана в гостях не смогла одолеть Атерау 0-0. На Западе зафиксирована еще одна ничья. Потихонечку набирает баллы Каспии. А теневым лидером премьер-лиги становятся ордобасы в главной битве Тура шумкенцы. В компенсированные минуты вырвали победу Кызылжара. А в Павлодаре назвали обладателей главного трофея турнира по баскетболу среди школьных сборных. Среди девушек золото досталось команде 35-й. На паркете играли лучшие команды городских школ. В турнире среди юношей участвовало 20 сборных, а среди девушек 12. Очень стабильно. Этот розыгрыш провели представители школы имени Олимбаева. В обоих дивизионах они добрались до решающего раунда. Ребята стали бронзовыми медалистами чуть успешнее. Выступили девочки. Они серебряные призеры соревнований. В финале им противостояли баскетболистки с 35-й. Мы очень старались. Вся команда старалась. Очень долго тренировались. Но мы на втором месте, хотя могли постараться занять первое. Игра была легкой, потому что мы выиграли со счетом 22-11. Когда играли в полуфинале, было сложнее. У нас все бросали мяч в кольцо. У них была всего одна сильная девочка. А мы играли хорошо всей командой. Бронзовые медали достались баскетболисткам пятой школы. И по итогам турнира лучшим игроком в этой команде признана Ульяна Микшун. А в составе чемпионок и серебряных призеров номинации отметили Аяулы Мгабит и Софию Мартенс. В Таразе стартовали соревнования по волейболу в зачет республиканской спартакиады. В турнире среди мужчин участвует 13, среди женщин – 14 сборных. Вместе с павлодарцами в группе выступает команда Таразской и Карагандинской областей. В первом матче наши девушки победили западно-казахстанскую дружину со счетом 3-0. А во втором с таким же результатом уступили волейболисткам из города Горняков. Тем не менее, павлодарская сборная вышла в 1-4 и продолжает борьбу за медали. В следующем поединке сыграют с хозяйками. А маленькие воспитанники Муай-Тай прошли боевое крещение. Спортсмены попробовали свои силы в настоящих спаррингах. На ринге еще совсем юные бойцы. В клубном турнире собрали спортсменов от 4 до 6 лет. Почти все новички. Однако ребята довольно быстро справились с волнением и на ринге дали жару. Выставляем не всех ребят. Мы отобрали только лучших спортсменов, которые уже готовы именно в операции. И у нас вот набралось 30 бойцов. И просто есть такие ребята, которым еще действительно рано еще выступать. Они еще маленькие. Кто-то вот неуверенно выходит на ринг. А некоторые уже рвутся в бой и готовы показать действительно на ринге, что они лучшие. Папа, мама и, конечно же, тренеры. Они сейчас самые главные болельщики юных бойцов. Нынешний турнир стал боевым крещением. Упорство и желание мальчишкам не занимать. Осталось только опыта набраться. А в этих состязаниях победу одержали самые сильные и целеустремленные. Теперь чемпионы попробуют себя уже в городских состязаниях. О спорте к этому часу все, но мы еще не прощаемся. Прямо далее у нас специальный информационный блок. Прямо далее у нас специальный вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. А новостей на сегодня больше нет. В студии для вас работали Елена Белоградова. Владимир Чубенко. До встречи в ближайшем выпуске новостей. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова